Как же бесят лаги на Java, особенно когда летаешь на элитрах или играешь с большой дальностью прорисовки. Всем привет, с вами Nao, и сегодня я расскажу, как бороться с этой проблемой. Для начала давайте разберемся, откуда берутся замирания картинки. Абсолютно все, что видите, слышите и с чем взаимодействуете в игре, хранится в оперативной памяти вашего компьютера. Когда вы перемещаетесь по миру, чанки, с которыми вы не взаимодействуете, выгружаются автоматически, чтобы не занимать ресурсы. Виртуальная машина Java, которая запускает Minecraft, самостоятельно удаляет из оперативной памяти все ненужное. За это отвечает механизм, называемый сборщиком мусора. И как раз его работа является причиной большинства фризов в игре. Вот с этого момента я перейду на максимально примитивное объяснение. Коллеги программисты, не кидайтесь в меня какашками, игроки вообще не должны были знать об этой теме ни на глубоком уровне, ни даже чуть-чуть. Сборщик мусора работает примерно так. Когда выделенное приложение оперативная память заканчивается, он останавливает работу всего приложения и идет удалять все неиспользуемые данные. Именно в этот момент картинка на экране замирает на несколько миллисекунд, а процент заполнения памяти в меню F3 резко снижается. Чем дальше вы хотите видеть, чем больше всего добавляете модами, тем больше Майнкрафту нужно оперативной памяти. И вы добавляете и добавляете ее, изменяя параметры запуска, а сборщик мусора все больше офигевает от количества работы, которую ему надо успеть сделать в момент, когда он останавливает игру. Фризы появляются все чаще и длительность их все больше. У Java есть много сборщиков мусора. Каждый из них работает по-своему и подходит под определенный класс задач. Когда вы решаете писать на этом языке игру, вам стоит выбрать тот сборщик, который будет минимизировать остановки всего приложения, чтобы игроки не замечали моменты очистки памяти. Или вообще не будет себя так вести, а будет разделять данные в памяти на определенные сегменты и потихоньку удалять из них ненужные данные. Честно говоря, я удивлен, что никто на русскоязычном ютубе так и не записал видео об этом. Да и на англоязычном я нашел всего одно видео. Ведь решение появилось еще в 2019 году с выходом 12 джавы. И оно работает хоть с оптифайном, хоть с одиумом, хоть вообще без модов. А при приложении некоторых усилий его можно применить даже на старых версиях игры, которые работали еще на джаве в 8. И решением этим является сборщик мусора Шинанду. На данный момент он является самым эффективным в снижении задержек. Нет, не думайте, что я один такой умный. Попытки устранить лаги через улучшение сборки мусора продолжаются столько, сколько существует в Майнкрафт. Например, если вы посмотрите в расширенные настройки стандартного лаунчера, вы увидите, что разработчики заботливо вписали в параметры запуска принудительное использование сборщика мусора G1, который появился до Шинанду и был призван решить всю ту же самую проблему с задержками при удалении мусора на большом объеме оперативной памяти. Однако, он делает это не настолько хорошо. А если вы играете со сторонним лаунчером, то вообще не факт, что о параметрах запуска кто-то позаботился за вас. И тогда джава-машина сама выберет сборщик мусора в зависимости от вашего железа. Ну, собственно, с теоретической частью покончено. Давайте посмотрим, как включить и настроить Шинанду и насколько заметна разница при его использовании. Я продемонстрирую это на версии Майнкрафт 1.24, без модов, и свежей джаве 22. Но все то же самое вы можете сделать, начиная с Майнкрафта 1.17, который перешел с 8 на 16 джаву. Ну, а чтобы все работало на более ранних версиях джавы, например, на 8, вам придется где-то раздобыть коммерческую сборку от Red Hat. Если вы настолько упороты, то мое почтение. Чтобы фрезы на сборке мусора были отчетливо видны, я выставлю максимальное значение прорисовки и симуляции. Дам игре 6 гигабайт оперативной памяти и буду летать на элитрах и вертеть камеры в разные стороны. Ведь в такие моменты Майнкрафт активно прогружает новые чанки, а сборщик мусора чистит старые. Для начала запустим игру без дополнительных параметров. Теперь попробуем параметры запуска со сборщиком G1, который использует Mojang в стандартном лаучере. А теперь включаем шинанду. По-моему, результат налицо. Шинанду частота фризов заметно сокращается, и сама их продолжительность снижается настолько, что они перестают быть заметны глазу. Кажется, это лучший момент, чтобы поставить лайк, подписаться на этот канал, чтобы все узнали об этом способе. Все параметры запуска, которые я использовал в этом видео, вы найдете в описании. Также там будет ссылка на мой телеграм-канал, из которого вы можете узнать о выходе новых роликов, прогрессе моего перевода Тераферма Крафт на русский язык, да и просто можете пообщаться со мной и другими подписчиками. Удачи и до следующего видео. Что, если я скажу вам, что на сервере это должно работать так же?